Оно как один мученик Тевурти сказал, «Та жизнь такая, что ее вроде нет, а она есть. А эта жизнь, она вроде есть, потом бах, а ее нет». Понимаете? Вот та есть, а эта вроде бы, ну вроде есть. Вот я же пощупать могу вас, вы меня, вы вроде слышим друг друга. Да ее нет на самом деле, почти нет. Она потом, бух, как мыльный пузырь, шлоп и нету. А та жизнь, ее вроде нет, а она есть. Вот она-то и есть. И мы должны это чувствовать. И мы должны смотреть туда, вперед. Хоть страшновато, конечно. Что у нас позади? Прожитая жизнь с ошибками, грехами, полетами, падениями, слезами, радостями. Там хорошее есть, там плохое, там всякое есть. Что у нас справа? Ангел-хранитель. Что у нас слева? Искушает нас там кое-кто. Что у нас под ногами? Пропасть адова. Что у нас над головой? Око не моргающее, око Божие. А что впереди? Христос на престоле. Куда мы идем? Туда. Все, все. Все туда идем. Что вы делаете вид, что вы этого не знали? Через старость, через эту болезнь, через ту болезнь. Так или иначе, мы туда этими воротами пройдем. Не делайте вид, что этого не слышали. И если будем жить правильно, то честна пред Господом, смерть преподобных его. Стих про Кимну какой? Стих про Кимну. Что воздам Господи, а всех я же воздадим и? Вопрос. Что мне дать Богу за все, что Он дал мне? Что Он мне дал? Дал мне свет, разум, знание, силу, радость, красоту, детей, жену, веру, сан духовный. Годы жизни уже, в принципе, многие не дожили до этих дней. Многие раньше скончались, мне дал больше пожить. И тогда, да, кучу всего давал. Так если присмотреться, как бы, от тончайшего до величайшего. Все дал и ничего не жалко. Говорят, а что же мне тебе дать? Что я дам Господу за все, что Он мне дал? Что там дальше говорится? В этом сейчас ничего не говорится в Прокимне. А вообще в Псалме что говорится? Этот Псалом нужно читать перед причастием. Там вопрос задает Давид, что я вас дам Господу, а всех я же вас дадим и? Вопрос. Ответ. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Это о чем? Это о литургии. То есть что же мне сделать для Бога, чтобы мне поблагодарить Его за все? За все, что я помню. За все, что я забыл. Потому что мы неблагодарные, мы забываем тут же. Получил, тут же забыл, что и получил. А что у тебя есть такое, что ты не получил? Апостол Павел спрашивает. Что у тебя есть твое такое, чего бы ты не получил? Например, знания есть. Но тебе же их дали в школе, в институте, преподаватели тебе же научили. Это же тебе передали знания. Это же не твое, это же тебя же научили. И там все остальное. Или ты музыкальный слух имеешь, или высокий рост. Это тебе папа с мамой дали. А что у тебя есть такое, что ты не получил? А так покопаешься, оказывается, нет ничего. А что ж ты хвалишься, будто ты не получил? Нам хвалиться-то ведь нечем. Благодарить нужно постоянно, а хвалиться нечем. А у нас наоборот получается. Мы хвалиться любим, а благодарить нет. Поэтому мы забыли все благодеяния Божие. Забыли, что мы с утра до вечера одеты в Божьи дары. И если вдруг захочу поблагодарить Бога за все, что Он мне дал, что воздам Господи, во всех я же воздаде ми. Ответ готов. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву мою Господи и воздам пред всеми людьми его во дворих дому Господня посреди тебе и Иерусалиме. Вот мы читаем это каждый раз. Значит, нужно вчитаться глубже. Нужно растворить это слово с моим сознанием, чтобы я спал, а псалмы во мне жили. Чтобы я сплю, а сердце мое бдит.